По оценкам, соотношение количества самолетов ВВС РФИ и Украины до войны отличалось в 10 раз. И если самолеты ВВС Украины представлены моделями в основном доставшимися Украине при получении независимости из загашников советской армии на территории Украины, то авиационная промышленность РФИ старалась как могла догнать быстро удаляющуюся на фоне закатного неба авиацию США и союзников по НАТО. И тем не менее на вооружении ВВС РФИ имеются пара дюжин более новых моделей истребителей МиГ-35 и Су-57. Короче, для сравнения можно привлечь классический пример Давида и Голиафа. Голиаф – это этакий верзила, который должен был легко отметелить Давида. Ввиду потерь с обеих сторон, точное количество самолетов в строю на данный момент неизвестно. Причины понятны – военная тайна, пропаганда и контрпропаганда. И в этот момент появляется сообщение о том, что шеф дипломатии ЕС Боррель пообещал, что страны НАТО передадут Украине самолеты тех типов, которыми умеют управлять пилоты украинских ВВС. Скорее всего, речь идет не о тренировочных Л-39, хотя этот самолет известен и в более зубастой модификации. И все же, по всей вероятности, было принято решение заменить остающиеся на ходу самолеты родом из Совка и передать их украинским ВВС. О каких самолетах может идти речь? Наиболее вероятно, страны Восточной Европы, уже накрытые авиационным зонтиком за счет более богатых членов НАТО, в обмен за эту любезность, расстанутся с МиГ-29, Су-22, Су-24, Су-25, а может быть и вертолетами Ми-8 и Ми-17. Если Словакия, Болгария и Польша отдадут свои МиГ-29, то наберется 40-45 бортов, половину из которых можно достаточно быстро вернуть в состояние годности для выполнения боевых задач. Часть пойдет на органы, по крайней мере восполнят потери. Это как если бы Давид, который в схватке с Голиафом не сумел уложить здоровенного обормота первым и единственным камнем, внезапно нащупал в кармане еще один. А гадание на кофейной гуще о том, чем закончится второй замах Давида Пращей и куда именно попадет камень, оставим гадалкам. Субтитры создавал DimaTorzok